Уверенно и смело идет по коридору на занятия студент 4-го курса исторического факультета Федор Головач. Наблюдая за ним со стороны, не всегда понимая, что у молодого человека проблемы со зрением. Федор шутит, за 4 года здесь столько пройдено, что многое уже делается по памяти. За трудолюбие и особую активность в общественной жизни Федора знают студенты всех курсов. Ему всегда нравилось учиться, а справляться с трудностями помогал жизненный оптимизм и вера в то, что все произойдет для него лучшим образом. Я могла б себе сказать, что у меня есть организаторские сдольности, у тем лейку и некие лидерские якости. То, как я, когда я ездил в детские лагеры, в санатории, в детские лагеры, и там не одноразово был керавником от Раду, и у меня это отрымливалось, можно так сказать. Плюс до того я вельми позитивный человек. Его верный помощник – смартфон. Найти расписание, сфотографировать и увеличить, записать лекции на диктофон, собрать деньги на обед, оцифровать купюры – все это делает умная машина. А еще на диктофон юноша записывает рифмованные строки. В школьные годы у Федора проявилась особая любовь к родной мове и поэзии. Поэтому, чтобы не забыть, он записывает свои стихи, а позже делится ими с близкими. Зима, мороз раскучий, сдается ж, мог бы надо кучить, ля, чу, кибицы и одомов, все полторается, все снова. В общении с этим человеком чувствуется какой-то особый магнетизм. У Федора без труда получается находить общие темы с другими людьми. Наверное, поэтому он не оставляет мысли пойти дальше по своему наставническому пути, работать с учителем, совмещая это с творчеством. Конечно же, когда уже глядеть в дальнейшую перспективу, то я планую, конечно, и працовать по специальности, не отковываться, и, конечно же, не кидать и творчие нивы. Я, до речи, буду мкнуться до того, как стать все же ведомым письменником. Хочу подякувать Жабенковскую школу-интернат. Менавито, дякуючи им, я научился некому базису, яким мне допомог поступить сюда. Конечно, хочется подякувать университет, деканат наш, выкладчиков у приватности. Ну и, конечно же, хочется подякувать Берестейская организация Товариства инвалидов по зроку, Белтис. Менавито за то, что они мне допомогают у реабилитации. И что-то подсказывает, что история этого героя станет не раз темой для других сюжетов, о том, как надо любить жизнь, и стремиться делать все, что можешь, чтобы успех не заставил себя ждать. Продолжение следует...